Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Партия Акжол вручила премии победителям общенационального конкурса «Светлый путь Алаша» в 21 веке. Уральск превратился в сплошной нещадный ледяной каток. В трампункте городской многопрофильной больницы с самого утра столпотворение. С урожаем в три золотые медали на Кубке мира по тейквондо вернулись уральские спортсмены. Партия Акжол вручила премии победителям общенационального конкурса «Светлый путь Алаша» в 21 веке. Главная цель конкурса – популяризация творческого наследия и принципиальных взглядов движения «Алаш» на модернизацию казахстанского общества. Как известно, организаторами и идеологами движения «Алаш» были видны в то время национальные герои, которые стремились добиться независимости страны и просвещения народа. Как известно, движение «Алаш» первым предприняло серьезные политические шаги к современному национальному демократическому государству в страшном 2017 году. В декабре того же года алашевцы создали орган управления казахской автономии «Алашорду», став союзниками антисоветских правительств. В конце 30-х годов члены движения были репрессированы. Казахские интеллектуалы стремились поднять уровень развития народа в ряд с передовыми странами Азии, такими как Япония. В этом плане история движения «Алаш» – одна из самых ярких и волнующих страниц нашего прошлого. Ныне в условиях независимости мы наблюдаем преемственную взаимосвязь. Этот конкурс в этом году уже проводится в шестой раз. И, как вы сами должны обратить внимание, что финал этого конкурса проводится именно накануне очередной годовщины независимости Республики Казахстан. И буквально на следующий день после, скажем, дня образования автономии «Алаш». Это как бы, скажем, дань нашей, яркая страница нашей истории. Допустим, буквально вчера, 12 декабря, граждане Республики, ученые отмечали, скажем, 101-ю годовщину со дня образования национальной территориальной автономии «Алаш», которая по своей сути и истории является, скажем, основой, фундаментом современного Казахстана. К участию в конкурсе приглашались студенты, молодые ученые и журналисты, неравнодушные к судьбе своей страны, независимо от членства в политических партиях. Конкурсные работы принимались на казахском и русском языках, а также на языках других этносов страны. Зарубежным соискателям также предоставляется возможность выбирать язык по своему усмотрению. Организаторы конкурса обеспечивают перевод конкурсных работ. Призовой фонд конкурса составил несколько миллионов тенге. Победители и призеров по каждой номинации конкурса отметили специальными нагрудными знаками. Командировочные расходы участников очных этапов конкурса оплачиваются ДПК «Ахжоу». Тема моего доклада – это «Алаш Диаласе», «Мажит Шумбалов», «Алаш Хадари Гильерн Баран». Почему я выбрала эту тему? Потому что именно данные, связанные с жизнью, «Мажита Шумбалов» еще до сегодняшнего времени очень мало исследовано. Он является одним из первых врачей-эпидемиологов, и его заслуга является в том, что он сделал очень многое в этой сфере. Прошел путь от простого врача в районе Орда и Жанебек и дошел до народного комиссара по здравоохранению. То есть на нынешний период это можно сравнить с министром здравоохранения. Баурженжи Ахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Вузы Венгрии выделили несколько сот образовательных грантов для казахстанцев. Обучение для них будет бесплатным. Дополнительно к этому венгерская сторона предоставит медицинскую страховку и общежитие. Об этом на пресс-конференции ВСТК сообщил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Казахстане Андраш Барани. По сравнению с 2017 годом количество предоставляемых Венгрии грантов увеличилось. Также посол сообщил, что более 250 тысяч жителей Венгрии считают себя потомками древних кипчаков. Журналисты спросили посла о кипчаках. Как сообщил дипломат, кипчаки живут в городе Корцак, в 200 километрах от Будапешта. Они переселились сюда еще в 13 веке. Как пишут историки, намады нашли опору в молодом короле Иштване. Он был женат на дочери кипчакского хана. Кстати, венгры, так же как и казахи, отличные наездники. В древности в Венгрии воина даже хоронили вместе с конем. Венгры, как и казахи, были кочевниками, жили в юртах. В древности и казахи, и венгры были тенгрианцами, поклонялись небу. Так же как и у казахов, у мажаров не принято создавать браки с родственниками, вплоть до седьмого колена. Как выяснилось, нынешний министр финансов Венгрии тоже потомок кипчаков. Есть у нас союз кипчаков, который, кстати, возглавляет наш министр финансов Михаил Варга, который также и является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также стратегического совета между Венгрией и Казахстаном. Так что в его лице один из потомков кипчаков, который является настоящим фанатом развития наших двусторонних отношений, и он вносит свой большой вклад. Так же посол рассказал об образовательных грантах. Он предусматривает покрытие расходов на обучение, проживание в общежитии и медицинскую страховку. Кроме того, имеется ежемесячная стипендия в евро. В момент обучения языку предусмотрены аналогичные льготы, которые получают студенты. Сейчас правительство Венгрии предоставляет казахстанским абитуриентам 250 правительственных стипендий. Это решение было принято в связи с тем, что мы зарегистрировали более тысячи абитуриентов, которые подали свои заявки на венгерские стипендии в прошедшем году. И учитывая этот интерес, наше правительство приняло решение еще на 50 увеличить эту квоту. И мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, обратить внимание всех потенциальных абитуриентов на эту возможность, потому что конкурс открыт и срок подачи заявок 15 января. Как известно, грантов много не бывает. В этом году венгерская страна может увеличить количество образовательных грантов на специальности в сфере туризма для казахстанских студентов. Боржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. С урожаем в три золотые медали на Кубке мира по тэквондо вернулись уральские спортсмены. Соревнования прошли в Беларуси с 29 ноября по 3 декабря текущего года. За победу боролись участники из 19 стран. Западно-Казахстанскую область представили четверо ребят. Кубок мира по тэквондо в Минске собрал участников из России, Германии, Украины, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Продемонстрировать свои навыки в этом боевом искусстве приехали ребята от 7 лет. Трое из четырех спортсменов из Западно-Казахстанской области завоевали золото. Тренеры очень доволены таким результатом. Для Уральска это настоящий прорыв, отмечают они. Я думаю, результаты для нашей области это просто шикарные. Потому что такого не было, чтобы на Кубке мира три золота из четверых тем более. Интерес к этому виду спорта у западно-казахстанцев растет. Сегодня по области тэквондо занимается порядка 250 ребят. Детей отдают в секции в совсем еще раннем возрасте. Некоторые посещают школу борьбы с трех лет. У ребят есть стремление к победе и к поставленным целям. Но главное, что им просто нравится сам процесс занятий. Выступал я и в России, и в Казахстане, и на Кубке мира. Занимаюсь этой тэквондо уже пятый год. Занимаюсь из-за того, что лучший тренер, хорошо тренирует, дисциплина. Я могу поставить сам за себя. Никогда не бывало проблем. Всегда езжу по городам, забираю медали, радую родителей. Чтобы добиться хороших результатов, юным спортсменам приходится заниматься практически каждый день. Даже после такого немыслимого триумфа они продолжают упорно готовиться к Кубку Азии, который состоится уже в марте 2019 года. Марина Горбук, Нарван Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Энергия молодежи, лидерство, новые идеи, развитие. В Уральске прошел молодежный форум под таким названием. В его работе приняли участие Акимобласть Алтай Кульгинов, общественные деятели и молодежные активисты. Организаторами форума выступили Управление по вопросу молодежной политики и молодежное крыло ЖАСО ТАН. Его работа прошла по трем направлениям. Это цифровой Казахстан, новые проекты идеи молодежи и статья главы государства «Семь граней Великой степи». Молодой ученый, ученик Назарбаев интеллектуальной школы Азиз Талапа предложил с помощью инновационных технологий решить вопрос с разрядившимися мобильными телефонами. Подзаряжать их можно будет на остановках автобусов. Можно установить специальные устройства, именуемые в быту лежачими полицейскими или же искусственными неровностями, а под ними установить оригинальные устройства, генерирующие электроэнергию. А потом мы можем направить эту энергию на остановки и подзаряжать мобильные телефоны или же освещать пешеходные переходы. А это выступление самым молодой ученый Казахстана, который является выпускницей университета при НАСА. Она автор изобретения диагностического теста кольца ХУП для определения инфекционных заболеваний и уникального метода операции на сердце. Биотехнология – это и разработка новых лекарств, новые медицинские препараты, новые методы лечения. Это и вакцинация, и антибиотики. Все это биотехнология. Даже биологическая опасность, биологическая безопасность, разработка новых вирусов, вакцин – все это биотехнология. Тогда я, конечно, не совсем понимала, куда я иду, но я об этом не пожалела. На форуме заявили, что в год молодежи будет запущен краудсорсинговый портал, где таланты смогут представить свои идеи и проекты. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральск превратился в сплошной нещадный ледяной каток. В травмпункте городской многопрофильной больницы с самого утра столпотворение. Больных привозят на каретах скорой помощи. Врачам в экстренном порядке пришлось увеличить количество медработников, для того, чтобы успеть обслужить всех нуждающихся в помощи. Такого врачи городской многопрофильной больницы не припомнят давно. Только с утра и до обеда к ним обратилось более 300 пострадавших от гололёда. Людей привозят в машины скорой помощи, кто-то добирается на такси. Наплыв пациентов увеличился ближе к обеду. Если у нас обычный день дежурит в приемном отделе травмпункта один травматолог, сегодня два травматолога. Если дежурит один нейрохирург, сегодня два нейрохирурга. Средний медперсонал – две медсестры, сегодня мы сделали три. То есть усилили бригаду, в основном руку ломают, и в основном ломают руку лучевой кость, в типичном месте называется. Это так перевод называется, что луч в типичном месте, то есть всегда там ломается. Когда человек падает, он опирается рукой. В основном это пожилые лули. Людей предупредили о гололёде заранее. На мобильный телефон разослали штормовое предупреждение. Но город всё равно оказался не готов к погодной аномалии. С автобуса сходила, у пятой поликлиники, одной ногой ступила, вторую как с автобуса взяла, так и упала. Один лёд возле пятой, посмотрите, останавливается, где автобус. Перелом со смещением, шла на работу, на рынке, напротив Азизы, напротив вот этого шарма. Чистят ли дороги, что сейчас? Там такой гололёд. Я пока ждала скорую, кричала, чтобы другие падали, при мне уж перелом со смещением. Сколько, сказали, будете нетрудоспособны? Месяца два. Представители дорожных служб уже с начала зимы работают в круглосуточном режиме. Вечером прошёл дождь, после заморозков он превратился в гололёд. К обеду мы посыпали песчано-соляной смесью все крупные магистральные улицы. С начала декабря мы израсходовали 6,5 тысяч кубометров. На дорогах работают порядка 70 единиц техники и 300 рабочих. Сотрудники экстренных служб просят горожан при возможности не выходить на улицу. В Уральске гололёд наблюдается уже с начала декабря. Но то, что происходит сегодня, можно назвать аномальной непогодой. И вот каждые такие проблемные места очищаются с помощью лома и лопаты. Иначе можно запросто получить травму даже возле самой городской многопрофильной больницы. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Выдающихся уральцев наградили ко Дню независимости Казахстана. Почётные грамоты и благодарственные письма от имени Акимобласти и города получили государственные служащие, предприниматели и рабочие. Церемония награждения состоялась в зале городского Акимата. Мероприятие торжественно началось со звучания гимна республики. В преддверии Дня независимости Акимат города собрал уральцев самого разного рода деятельности. Здесь и сотрудники бюджетных организаций, и бизнесмены, и водители, и работники коммунальных учреждений. Всех объединяет одно – целеустремлённость, неустанный труд и любовь к своему народу и родине, благодаря которым они достигли определенных результатов в той или иной сфере деятельности. Благодаря именно таким людям развивается регион и вся республика в целом. От имени Акима города и области их наградили благодарственными письмами. Для меня это очень большая честь, эта награда. Наш вклад, наши предприниматели поддерживает наше государство, помогает, поддерживает. Была идея наших руководств области города открыть социальный уголок в супермаркетах, магазинах, кто этим занимается. Была идея, я поддержала. Открыл у себя в магазине социальный уголок. Я занимаюсь овощами. Аким города Мурат Мукаев поблагодарил сотрудников каждой сферы в отдельности. Он отметил, что благодаря многим организациям удается сделать настоящий рывок в формировании отраслевых систем региона. Неправительственные организации, наших коллег из других сфер, наших перевозчиков, в конце концов, сколько лет мы не могли обновить автобусный парк. Вот эти товарищи, наши коллеги в этом году сделали это. Хочется отметить наших сотрудников, работников, простых работников службы. Сегодня гололед в городе. Уже в течение суток, нескольких суток, беспрерывно наши коллеги работают. Самым мощным критерием развития независимого государства остается дружба и единство, подчеркну Аким. Именно это позволяет казахстанцам вне зависимости от национальности ставить большие цели и достигать их. Марина Горбук, Ербова Маншин, Рустам Джумашев, ТДК-42. Мы продолжаем наш специальный проект, в котором рассказываем о истории независимости и людях, которые своей ежедневной работой вносят неоценимый вклад в развитие Родины и гражданского общества. Сегодня мы познакомим вас с Тимирланом Ихсангалиевым, сотрудник департамента полиции и по совместительству спортсмен, который регулярно представляет западный регион на соревнованиях и чемпионатах самых разных масштабов. Тимирлан Ихсангалиев – настоящая гордость западного региона. В конце ноября текущего года он вернулся из Румынии в родной город чемпиона мира по боевому самбо. Тогда он впервые представлял свой регион на таком чемпионате и со своей задачей справился на отлично. К своей золотой медали спортсмен шел долгих 9 лет. Не передать словами те эмоции, когда поднимается флаг страны и поет гимн, говорит Тимирлан. Это ощущение такое, что, ну, наверное, в жизни не раз такое дается. Но это мой успех, когда стремился, я так сильно хотел этого медали, это пьедестали, когда пьедестали звучит наш гимн, это для меня гордость была. Я гордился там. Несмотря на повседневную занятость на работе, Тимирлан тренировки в зале не пропускает. Ведь золотая медаль – не повод останавливаться, а к тому же необходимо поддерживать себя в физической форме. 22 года я занимаюсь спортом. У меня уже 30 лет не хочу. 22 года занимаюсь спортом. Вольной борьбой начинал. Сейчас перешел на боевое самбо. Вот в этом году чемпион мира стал. До этого трижды третий месяц занял. Одно, второе место занял. И в этом году первый месяц, пятый чемпионат мира у меня был. И до этого по ММА, по версии ММА у меня был чемпионат мира. В том году последний был. Это второе место занял. Также Тимирлан тренирует молодых людей, которые в будущем, возможно, тоже станут чемпионами мира. Тимирлан, а у нас здесь? Я уже 10 лет знаю Тимирлана, мы вместе тренируемся. Он хороший человек, спортсмен и друг. Сам я занимаюсь вольной борьбой. Горжусь, что знаком с Тимирланом, беру с него пример. Желаю, чтобы у него все получилось, чтобы мечты и цели сбывались. Тимирлан говорит, что спорт не оставит и будет заниматься столько, насколько хватит сил и выносливости. Сейчас чемпион усердно готовится к предстоящим соревнованиям, которые пройдут в столице. Нам остается только пожелать Тимирлану удачи и победы. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. К большому празднику большие скидки. Об этом заявляют представители магазина электроники и бытовой техники «Мечта». Ко дню независимости Республики Казахстан магазин дарит казахстанцам 4 дня праздничных скидок. С 15 по 18 декабря уральцы и гости города смогут приобрести товар по невероятно низким ценам. Ко дню независимости Казахстана магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет 4 дня суперскидок. 15, 16, 17 и 18 декабря жители и гости города смогут приобрести качественный товар по самым низким ценам. Выбору покупателей представлен широкий ассортимент. Водонагреватели, холодильники и холодильные камеры, многофункциональные стиральные машины, газовые плиты. Кроме того, покупателей ждет огромный выбор мобильных телефонов и айфонов, ноутбуки и аксессуары к ним. Телевизоры разных диагоналей и моделей. Скидки действуют и на мелкогабаритную бытовую технику. Пылесосы, утюги, предметы для кухни, микроволновые печи, мясорубки, чайники, мультиварки. Уважаемые жители и гости города, к большому празднику большие скидки. Ко дню независимости Республики Казахстан с 15 по 18 декабря сеть магазинов бытовой техники «Электроники и Мечта» дарит казахстанцам 4 дня праздничных скидок. С днем независимости, дорогие казахстанцы! Не упустите шанс сделать выгодную покупку. Суперцены порадуют вас 4 дня – 15, 16, 17 и 18 декабря. Магазин «Электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу улица Курмагаза 69 в районе Центрального рынка и Сарамадатова 10-1. До Нового года остались считанные дни. Уральцы уже начали приобретать подарки своим друзьям, родным и близким. А вот что подарить любимой, чтобы подарок порадовал и был полезным? Если еще не решили, тогда отправляйтесь на выставку продажу шуб от российской фабрики «Союзмеха» и купите шубу с хорошими новогодними скидками. От такого подарка точно никто не откажется. Не упустите свой шанс порадовать любимого человека, ведь выставка завершится уже 25 декабря. Наверное, сложно найти женщину, которая не мечтает о шубе из натурального меха. Только единицы действительно равнодушно относятся к мехам. Трудно объяснить, с чем это связано и почему именно женщины так трепетно относятся к меху. Скорее всего, это связано с подсознательным желанием женщины к теплу. Поэтому, если женщине предложить подарок в виде шубы, она вряд ли откажется. На выставке продажи представлено более 5000 меховых изделий разных цветов и размеров. Представительницы прекрасного пола отдают предпочтение разным видам меха. Кому-то нравится норка, кому-то шуба из песца. Здесь вы найдете и то, и другое. Кроме этого, на выставке есть меховые изделия из мутона, лисы, каракуля, куницы и австралийской овчины. Я посетила несколько торговых точек в поисках шубы. Услышала, что здесь проходит ярмарка «Союз меха». Пришла сюда и не пожалела об этом. Я нашла шубу, о которой так давно мечтала. Сегодня моя мечта сбылась. Современная обработка меха позволяет сделать мех значительно легче и при этом нисколько не потерять привлекательный внешний вид. Современные производители шуб могут сочетать несколько видов меха, что придает шубе экзотический вид. Но даже если женщине несложно определиться с выбором меха, из которого она желает иметь шубу, ей не помешает воспользоваться несколькими рекомендациями при выборе мехового изделия. Подсказать вам смогут опытные продавцы-консультанты. В этот раз мы привезли в Уральск большой ассортимент разного вида. Норки, мутона и песца разного размера. При покупке предусмотрена скидка до 50% и рассрочка до двух лет. На выставке продажи вы также найдете головные уборы из натурального меха и мужские модели шуб. Если вы еще не нашли свою шубу, сейчас самое подходящее время. Приобрести меховое изделие можно по адресу улицы Сырымодатова, 28,2, в торговом доме «Твой дом Квант». Остановка строитель на цокольном этаже с 10 утра до 7 вечера. Спешите. Выставка завершится 25 декабря. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. С вами была информационная служба новостей телеканала ТДК42. Мы всегда рядом. При обмене вы получите скидку на новый автомобиль до полутора миллиона тенге. Скидка зависит от выбранной марки и модели. Подробности по телефону 2200. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». Дом жалюзи – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87, напротив горвоенкомата. Телефон 2694-42. Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». Дом жалюзи – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87, напротив горвоенкомата. Телефон 2694-42.